Стоит ли давать деньги и жизнеспособны ли проекты, федеральные эксперты решили проверить на качество разработки деятелей образования. В межрегиональном центре компетенции собрались представители 12 регионов. Ульяновцы сделали упор на авиацию. На базе авиационного колледжа будет организован образовательно-производственный центр. С 1 сентября в нём планируют обучать на слесаре-сборщика летательных аппаратов и механика. Спрос рождает предложение. На Авиастар как раз требуются рабочие руки. Уже в существующих мастерских создаются лаборатории по подготовке специалистов на универсальных станках. Это токари и фрезеровщики. И, что очень важно, мы закупаем станки с ЧПУ, с числовым программным управлением. Конкурс «Профессионалитет» впервые реализуется в этом году. Ульяновская область стала первопроходцем. На нашей сессии участники подробно расскажут о своих проектах. Лучшие из них будут профинансированы. Сумма грантов из федерального бюджета составляет в общей сложности 30 миллиардов рублей. В 2022 году каждая образовательная организация, то есть 70 образовательных организаций, получит 100 миллионов рублей. Помимо этого предусмотрено софинансирование средств региональных бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также будут предоставлены софинансирования от предприятий партнеров. Сумма составляет более миллиарда рублей. Представлять проект приехали и гости из Оренбурга. Развитие индустрии и чтобы кадры умели работать на современном оборудовании. Оренбуржцы хотят вырастить новое поколение специалистов. В Оренбургской области в этом году создаются три площадки по проекту «Профессионалитет». Это металлургия, это машиностроение. Восток нашего региона для нас это очень важно, потому что зашли в проект градообразующие, даже не градообразующие, а фактически регионообразующие предприятия. Те, кто составляет становой хребет промышленности Оренбургской области. И нам очень важно, чтобы перезагрузка формата работы промышленных предприятий, которая идет с приходом в регион управленческой команды нашего губернатора, она происходила не только по линии экономической поддержки, но и по линии кадрового обеспечения. Конкурс завершится 10 июня. Тогда же и будут известны имена победителей.